Зимний сад, эко-тропинка, теплица, метеостанция, лего-студия, лаборатория и сенсорная комната. Все это инфраструктура нового детского сада номер 183 «Зеленая планета». Дошкольное учреждение расположилось в одном из новых микрорайонов Заволжья-Ульяновска. В «Зеленой планете» с малых лет мальчишек и девчонок начнут обучать экологической грамотности и бережному отношению к природе. Еще в декабре здесь открыли 4 ясельных группы. В январе в полной мере начнут функционировать еще 10 групп. Это очень яркое событие в конце уходящего 2018 года, открытие нового детского садика, второго уже здесь за Волгой. Наша, конечно, важная задача обеспечить доступность дошкольного образования и доступность не просто при наличии мест, но и чтобы это было территориально удобно для родителей. Поэтому здесь доступность в очень широком смысле нужно понимать. Еще одна изюминка детсада – спортивный зал на 140 квадратных метров. В нем можно не только прыгать и скакать, но уже с двух лет учиться играть в волейбол и баскетбол. С техническими учебными возможностями учреждения ознакомился Сергей Морозов. Губернатор прошелся по коридорам, зашел в учебные классы и лабораторию. Но сегодня мечта, как только было сказано, сбылась. И не только у «Газпрома», но и у нас с вами. Мы рады, что вложив более 200 миллионов рублей, почти 300 мальчишек и девчонок обретут здесь огромное-огромное счастье. Счастье дружить, счастье знать новые интересные яркие страницы в истории города, области, страны. В этот день из рук губернатора несколько ребятишек получили один из первых документов направления в детский сад. Четырехлетний Платон, будущий воспитанник «Зеленой планеты», не смог сдержать эмоций. Привет, Платон. Привет. Держи. Придешь сюда, в детский сад? Да. Я тебе дарю вот такой подарок. Спасибо, Бог. А ты вот смотри туда. Очень приятно. Новый детский сад рассчитан на 280 ребят, из которых 140 малышей от года. Рината Алиулова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова